всем привет это проектрон саурал black house нас гостях джамал джамал тагахар основатель самый первый челябинск основатель самого себя основатель почему основатель стилей челябинского грубо говорят одни из первых которые появились это табика правильно там выстрелили прям щелябинска до этого были только где-то бласты с кем мы дружили да но это было там мало жили респект белых решения все здесь короче вот поэтому после этого только так широко известно стала популярна триогутрика на чем триогутрика вообще как бы ну как она создалась всем интересно как она создалась в эти моменты да это не вопрос после какого трека ты стал популярным сейчас секундочку я настроюсь немножечко если что вы если так будет проще она все останется мы с джекой знакомы давно начну с этого с джекой либо мы познакомились еще в школе получились в одной школе и начали делать рэп примерно наверное даже в одно время ну может быть я чуть пораньше начал делать и планчик пораньше эти ну либо еще не видел слушай ну потому что он еще учился в вашем классе типа а я уже учился в девятом классе сегодня кстати день день рождения мы снимаем сегодня у меня 39 лет скажи куда донатить тебе надо натить ребята да просто слушайте песни если хотите слушать продолжение вообще на самом деле будет будем еще делать песни будут еще песни выходить они сейчас лежат в столе много и ближайшее время думаю обязательно все будете слушать услышите не так вот короче музыкой давно знакомы еще со школы я раньше делал рэп с чуваком который просто писал биты я писал тексты какой-то момент у меня музыки не стало я сгонял в америку в америке блин мне понравился типа я заново короче поверил в рэп на моменте и когда я приехал я очень сильно горел этим пошел на какую-то из гетто-бластовских тусовок там мы вновь пересеклись джекой он тогда уже не учился в моей школе и я уже в школе не учился пересеклись джекой тогда и все забились встретиться и начали то есть три агрутрики не было на тот момент музыка мы начали пересекаться и вместе тусовались писали рэп какие-то куплеты набрасывали зачитывали рэп на какие-то минуса которые были общие в интернете которые находили до что-то прям зачитывали поверх других рэперов ну просто постоянно у нас была эта тема что мы перекидывались скажем так текстами в какой-то момент мне звонит чувак миша под обед тебе привет мне звонит миша под обед и говорит типа есть чувак который пишет музон давайте говорит ты будешь писать тексты он будет писать музон а я буду вашим продюсером я говорю блин спасибо продюсером не надо быть мы сами разберемся да с чуваком с музоном давай как бы мы посмотрим это и был это и был никита пузырь вот мы на первых порах как будто не некий приходит коротко стриженный в спортивном костюме адидас ну да еще не так с райончик с райончик и короче чувак вот поставил биты ну блин мне сразу понравилось но самый самый прикол был в том что практически каждую неделю он накидывал 8 10 12 новых битов то есть это были петли от 4 до 12 секунд которые можно поставить просто на повтор наверное и что-то типа набрасывать на это вот мы получается что ники тос подгоняет битов 10 блин ну на 8 получается что-то написать то есть имеется ввиду что кпд кто не знает кпд это коэффициент полезного действия кпд был высоким и практически каждую неделю из этих 8 песен например написанных ну одна две неплохие да были вот такие вот ну и мы с джекой начали валить на никитошевские биты это и получилось теряга рутрика ну да получается чтобы троем да мы начали сначала в троем эту тему нас позвали выступать в екатеринбург нас позвали выступать в екатеринбург пацаны из ода белый рэп рамзес до антоха рамзес витя и счастье и добрый вот их четверо тогда были они мутили что-то вот они позвали нас выступать там было мероприятие на афише был щенок собака и пистолет приставлен к собаке и было написано что если вы не придете на эту тусу мы пристрелим этого пса да и тогда мы поехали на первый свой выезд поехали втроем но выступали не как три агрутрика выступали как джамал и виби то есть и никитос у нас был как как диджей на битах было весело да и еще мы съездили в таком составе но не в таком составе но это было вот зарождение 3 грудрики мы съездили на кофемолку в 2004 году или 2005 мы съездили на кофемолку заняли там по баллам первое место типа но во фристайле проиграли заняли третье тире четвертое место там непонятно было в итоге грамоте написали что 3 сказали что типа пришлют нам мус центр мы сказали только обязательно пришлите нам сказали милять слово даем пришлем вам мус центр и угадайте нам чего не прислали организаторы кофемолки с вас мус центр доездили тогда вдвоем с виби джамал и виби и в принципе неплохо себя показали я помню помню да и в какой-то момент нас стало больше мы начали тусоваться начали купиться в рэпера вокруг и в какой-то момент с нами при к нам присоединился миха и еще с нами тогда долгое время тусовался monkey monk эмси подъезд дэвис из оу-74 да потом на моменте нас осталось четверо то есть мы и все у нас как границы группы закрылись все мы остались чекером просто в этом моменте вы уже стали поняли что мы уже известны ну не знаю известны неизвестны но мы уже гоняли везде вчетвером ники тоже стоял за вертушками и мы втроем наваливали рэп и читали и как бы еще с нами были ребята которые просто скажем так наша да наша туса большая изначально тригруты ну да вот а дэвис не вообще жили как я понимаю там чуть ли не в одном дворе с пастором напасом не начали делать тадж махал вдвоем а пацаны оу-74 из группы прио там группа прио было это получается фаст нет саня не был фаст большой полукомнатный и лёха лёха прио собственно это было прио потом в какой-то момент тадж махал и прио они объединились и погнали на сейчас история с моей стороны за типа пацаны объединились и погнали нас и на батл командный батл назвали силу 74 запустили туда один трек я об этом узнал что пацаны погнали на командный батл а у нас уже тогда я в принципе уже умел сводить более-менее сводить как бы но достаточно для то есть было нормально почищенная капелла нормально стучит бит не лезет голос не лезет ничего не высовывается все в порядке да типа я уже умел это делать ну да вот и я пацанам предложил из ау-74 что приходите записываться на следующий раунд ко мне вот и получается на 2 на 3 на 4 на 5 раунд на 6 раунд пять треков пацаны записались у меня я их свел как умел я подумал то что чтобы пацанам не идти этот долгий путь как сделать так чтобы зазвучать все вместе на одной песне ты им помог я им помог тем чем умел в тот момент своими знаниями чтобы капеллы у пацанов одинаково звучали чтобы друг за другом они нормально были переходы никто никого ни с кем не конфликтовал их хоровые припевы где можно я это все делал конечно от души с удовольствием я слышал что пацаны звучат вместе классно что это не то чтобы что-то новое внутри грунтрики было четверо максимум а там 7 куплетов на припева нет ну короче это звучало круто и после того как они собственно вылетели с этого батла ну для выросших на у тенге конечно хотелось вот и пацаны после этого батла уже начали записываться самостоятельно и делать полностью свои песни от начала и до конца самостоятельно да мы включились скажем так самом начале я подлил бензина в их автомобиль ну вот я думал что где-то пора нам где-то пацаны полил ваше дерево вот от всего где-то корни должны были быть я знал что где-то и где-то там что-то сделал крутил крутилки это был я когда ты проснулся знаменитым после какого трека так я могу сказать ребята что до сих пор знаменитым не проснулся такого эффекта нет но эффект какой-то же был знаешь чего много раз было много раз такое ощущение что завтра я проснулся знаменитым но я просыпался ничего не происходило люди вот как бы создают какой-то ажиотаж пытаться не ну как ты приезжаешь в чужой город допустим в Москву приезжаешь и там стоит просто сразу пятак перед тобой людей не было не важно знаете ребята что было я могу рассказать когда первый раз наш концерт был в москве и когда я вот ну я рассказываю какие есть когда я услышал что жекин куплет из big city life читают хором я думаю извиняюсь за мать сразу но типа я уж как у меня как из меня идет так идет и я подумал что это круто но потом проходит время и они хором читают мой куплет конечно ну я имею ввиду что это было в этот же день то есть первые то есть первое наше выступление в москве big city life читал весь зал хором было человек 600 я конечно вообще такого не ожидал и вот наверно вот этот момент можно назвать что мне показалось то что да пошло вот да и еще тогда мы проехали по всей россии насколько это возможно было да было удивительно было удивительно что где-нибудь в ижевске облепляют сцену и просто стоят и вот лес рук вот так качает это конечно энергии заряжала очень сильно могу сказать что таких вспышек после этого уже не было то есть до сих пор ну это по моим ощущениям то есть до сих пор я чувствую что самый наш громкий выстрел это big city то есть громче мы не стреляли хотя могу сказать что трек на работу ну вот у них только что хотел спросить что трек на работу очень хорошо зашел такое и он был такой сериал я вам был такой как бы ну взрослый да он был взрослый он пошел до раз переходный такой возраст но я даже недавно как-то видел клипосик прикольный виби там в этом киоске то есть передача 90-х вот это вы же виби в киоске это куда идти после института но все близко это там примерно до трек на работу такой он зашел далеко причем и недавно но как недавно год или два назад видел что под этот трек собирается на работу гражданин брэйтенбехер если кто такой гражданин брэйтенбехер из этого из что где когда привет проект на работу классный слушайте все ставьте на звонок ходите на работу под эту песню ты знаешь если оборачиваться даже с сегодняшнего момента смотреть назад то мне кажется что все-таки помощнее будет биг-ситулайк хотя может тут уже зашли на другую публику уже но может быть из-за того что да может быть причем он не просто в сериал попал он попал на звонок каляну в это время мне кажется самое большое было у вас самый большой охват аудитории вы стали причем да причем с реальных пацанов серьезные как будто серьезные артисты короче рассказываю да тоже приколюху про реальных пацанов попало у нас там 5 где-то 6 треков причем был расклад такой это вообще тоже смешно и до сих пор это загадка мне кто-то позвонил я до сих пор не знаю кто это был я не помню кто мне позвонил но это был кто-то кто представлял сериал реальные пацаны мне спросили а можно использовать ваши треки рассказал реальные пацаны наши треки хоть все рассказал хоть все берите используйте денег нам за это не надо это бесплатно вот сейчас допустим пройдя такой путь как бы уже уровень сейчас после уже событий которые вот уже произошли там накануне почему пусть они там сами всегда что вы же выпускаете треки то есть и отдельно делаете и продакшен и вы делаете и ребята не останавливаются делать что сейчас мешает так сделать типа опять команда командный альбом сделать нет не командный альбом сделать такого уровня песни я могу сказать так что ребята смотрите big city life мы записали у меня на кухне на микрофон за 10 тысяч рублей типа сводил это я я не сводильщик я не человек который занимается сведением это не моя профессия я просто крутил крутилку извиняюсь больше ничего да но этот трек до сих пор у нас на первом месте вот реагрутрики несмотря на то что мы после этого сделали студийные песни и мастеринг и там пытались прям выжимать и звук и поднимать качество но до сих пор в микрофон за 10 тысяч рублей big city life как бы типа покорил всех я не знаю как так вышло я не знаю почему не получается да слушай мы поймали тогда получается вот этот именно именно то настроение народа я бы сделал три минута как-то он зашел знаешь я думаю что все таки у меня нет что этот трек не зашел бы так круто если бы не было клипа то есть клип он вообще он просто показал всем нас и челябинск ну да причем как бы это был клип снятый за три часа удивительно что этот клип был снятый девочкой это самое странное вообще в этой комбинации что это алина пасок со своей камерой вечером и мы ходили просто там по центру челябинска ну да бродили пили пиво курили и зачитывали в камеру да просто стрит и в итоге там еще один человек сделал нам монтаж дмитрий южаков я продакшн и как бы этот дмитрий южаков он тоже сыграл свою роль в этой комбинации треками city life потому что он во первых сделал нарезку не было такого что кто-то там сильно его просил давать этот кадр или убери он сделал как чувствует причем сделал это быстро буквально через три через четыре дня потому что хотелось у нас уже был клип который мы могли посмотреть сделал цветокор то есть это клип не черно-белый ну да он там синий да чуть-чуть он именно с каким-то вот именно особенным оттенком который мне кажется что даже придал вот какой-то вот этой вот да специю какую-то дал этому всему что это не черно-белая немножечко синевато и вся эта комбинация дала вот нам то что мы имеем с биг сити лайфом больше как бы таких комбинаций получается мы типа мы не делали знаешь да не было ни до прицела такого чтобы что-то повторить или там 3 даже успех не что-то просто интересный уровень я могу сказать так я могу сказать так что я точно знаю на сто процентов что жека сможет написать еще десять таких куплетов и я тоже смогу написать еще десять таких куплетов но зачем нам 10 биг сити лайф нет нет я не про это говорили я и говорю об этом уровне именно по вайп именно типа в тот момент как сказать вот с одним треком и биг сити лайф вы типа попали в то настроение людей которые как бы вас послушали то есть в этот момент по всей стране грубо говоря было одно и то же вот эта серость которую вы показали в челябинске что ну мы живем посмотрите как мы живем и все и все как бы когда начали по услышали вас начали оглядываться и действительно получилось так что у нас вот биг сити лайф что мы все так и живем понимаешь то есть сейчас прошло там не знаю сколько лет уже много лет прошло ну да также какую-то оглядку на какой-то мир который вокруг нас триогрутрика сейчас особо не делает я думаю что каждый из нас делает такую оглядку внутри своих песен я вот недавно рассказывал про тоже примерно про то что происходит и типа как сольное вот творчество у нас сейчас нет базы для ну что сольное творчество я вот тоже она в моменте очень хорошо заходила как бы я и отзывы слышал и от треки слышал и я ротации слышал и даже капелька добра то же самое и это какого кувыр хобб сальто назад но это все равно все такое то еще ранее вещь я понимаю что ранее то что выходила как бы все то что слышно понимаешь это же музыка то что ты типа слышишь на улице из проезжающей машины типа это рэп который котируется я также ну да думаешь этого не я слышу не про хороший альбом выходит это я слышу потому что на улице слышно и из одной машины ты слышишь раз чей-то знакомый голос на незнакомую музыку другой думаешь потом уже раз гуляешь смотря по каким дорогам там ходишь по дорогам какого района в центрах типа одно играет на крайний процент джамал расскажи у тебя есть какая-то формула хита но если хит у нас один то получается формула нет ты еще не нашел нет вот так сольное творчество я очень много очень много позитива на самом деле я не расскажу секрет хита точно не расскажу но могу сказать но могу сказать как я примерно представляю эту тему не факт что я так делаю каждый раз потому что каждый день у типа новый каждый раз ты можешь что-то какой-то куплет начать писать в другой день припев начать писать но я считаю что начало хита это охуенный красивый вкусный запоминающийся музыкальный припев это то это то чего нет в big city life но это фишка такая что типа именно самый наш главный трек не имеет толком припева то есть например как мне кажется что должен происходить фит либо как должен происходить хит придумывается хуенный припев если он всем нравится да мне всем и я прям кайфую от него просто кто на фит заходит пять пацанов залетаем припев вот каждый пишет свой куплет и вообще неважно чё там будет вообще неважно какие там будут слова потому что охуенный припев все будут слушать и ждать когда он опять заиграет этот припев и мне кажется что секрет хита в этом то есть все-таки припевность дает пуш треку жесткий но но это не факт что это так потому что опять же самый хитовый наш трек если не считать концовки big city life big city life вот немножко но это я не считаю припевом то есть типа припева как такового нет разъем просто в конце был о кстати big city life что это у нас это панч на панч практически в каждом четверостиши есть удаленная строчка скажем так вот поэтому такая тема но я думаю что если бы мы сейчас выпускали big city life я бы этот трек не оставил без припева просто не смог бы не смог бы оставить песню без припева нужно с бриджем получается пикси но типа того да 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 но это в когда в конце такой тип меня не жусь и мне кажется то что типа залог успеха трека это все-таки база припев ну и типа еще хотелось интересоваться фит и с кем хотели ты хотел или и ты вообще в целом как планируешь не планируешь делаешь я могу сказать так работаешь не работаешь видишь с кем-то в свой свой там вайп голос там что-то такое по фитам по сути каждая песня три агрутрики это фит ну суть такая то что фит джамал виду или там виби фит миха джамал ну я не знаю пузырь джамал смысл такой вас также типа это настолько меняется знаешь ты первый суть такая что fit of очень много их просто больше чем сольных треками другим голосом Все три Агрутрика это фиты, все альбомы с Джека это фиты, все альбомы с АК-47 это по сути фиты, альбом с Бархатный сезон с регионом снега целый альбом это тоже по сути альбом фитов и поэтому как бы фитов очень много, что мне хочется от фитов, я бы хотел все-таки, блин сейчас скажу, понятно что фит можно вообще в принципе с любым написать, попробовать сделать и он напишется, я кайфую от альбомной работы. Я понимаю прекрасно, что сложно, например, чтобы какой-то артист раскрыл себя полностью на одной песне, мне кажется, что для того, чтобы раскрыть артиста нужно песен 10, чтобы было 10 куплетов и тогда типа он раскроется, и я кайфую все-таки, вот мы сделали с Лехой Карамановым с регионом снега, мы сделали совместный альбом, вот о такой работе я кайфую. Я там прям с удовольствием написал эти 10 куплетов с припевами, ну где-то там, припевы, да, где нет, он то же самое сделал, вот мы прям кайфанули, соединили, сделали альбом, это работа. То же самое альбом фит-офф получается с Vibia у нас общий, это самый настоящий альбом фит-офф, мы проработали углубленно, это была, да, это была работа. Бах, 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 что-то взрывало, когда кто-то делал совместно, вот какая-то концепция разных групп, одной направленности всегда взрывала. Даже на работу почему взрывала, потому что это Смок и Мо и Триагрутрика, и это, казалось бы, два вообще разных. Философски разных, понимаешь, здесь вроде бы в одном, но это философски разная движуха. Для Агрутрика это Челябинск, как бы вот этот разъем, и вот это питерская культура, как бы понимаешь, вот оно вместе как бы сложилось, и раз, коллаборация получилась, и результат неплохой. И это же вы не альбом писали. Ну, мы это писали все-таки альбом. Имеется в виду так, что это был альбом Тегакалипсис, и туда мы позвали всех. Я не имею в виду, что вы со Смок и Мо, типа, писали альбом. Мы, типа, сработали на одном треке, который вот он, именно, типа, новая коллаборация. Я про вот такие вещи говорю. Ты знаешь, на самом деле сейчас я пишу фиты, у меня есть и уже я написал, они все осенью, мне кажется, выйдут там штук пяти с разными ребятами, я пока не буду говорить с кем. Вот, я пишу фиты, конечно. Ну, вот с круточайами что-то получается, что-то есть там, что-то бомбы какие-то. Да, слушай, я не знаю, я не знаю, может быть. Что бы прям Джамал там на каком-то новом файк-доритме там. Не знаю, на сальсе, да, хуйня. Просто или, ну, я не знаю, там, да. Не, я думаю, что там будет привычный Джамал. Просто или Джангл там, не башили там Джамал. Я с удовольствием на Джангл бы ебанул прям, завалил бы прям от души. Но пока мне не попадался, так к музыке не попадается. Хотя я знаю, кто делает Джангл, но, блин, не попадается музон. Я вообще с удовольствием, на самом деле, читаю на любой музон, который меня, ну да, заводит как-то. Реба, цепляет. Раскачивает, не важно какой BPM. Ну, цепляет. Да, хоть 70, хоть, блядь, 145. Что я понял. Кого выделаешь из ребят, которые вот занимаются сейчас в последнее время? Последнее время, сейчас у нас кто что делает? Да. Прям выделят. Ну, понятно. Ну, это хотя бы то, что сам ООО зацепило. Это так получается? Что ли? Глаз, ухо там где-то кто-то что-то. Я могу сказать то, что на данный момент хорошо мне понравился All Black 52. All Black 52. Кто-то слышал. Я же все гуглик был. Да не, не, знаю, знаю ты. Знаю ты. Тысяча фанатов подали руки вверх. Я еще могу вот что сказать. У меня нет сомнений, что что-то готовит Хаски. Ну, понятно. Я знаете про что? То, что сейчас вроде его нет долго. У меня нет сомнений, что он что-то готовит, что он что-то готовит разъебное. Я бы с удовольствием послушал. Не знаю, так это как раньше. Без понятия. Да и может это и не важно. Да, с удовольствием бы послушал, что он сейчас сделал бы, да. Такая тема. Потому что через него проходит интересная инфа. Он интересно ее принимает. Интересно ее там что-то делает с ней. Интересно ее задвигает дальше. Чтобы ты это послушал. У тебя есть какая-то мечта? Можешь поделиться ей или это? Не, мечты, конечно, делиться не буду. Да, да, у меня есть, конечно, мечты. Мечты. Мечты, мужчины. Неофициально. Неофициально. Знаешь, у меня примерно такой расклад. Я вам тоже недавно рассказывал. Что я начал вспоминать, о чем я раньше мечтал. То есть, типа, моя мечта, она не новая. Я решил, что когда я был ребенком и когда я ходил по улицам, я о чем-то думал и что-то от жизни ждал. Ждал что-то от жизни. Я маленький, я хотел чего-то, да. Я знаю, чего я хотел. И сейчас я стараюсь, сейчас я стараюсь сделать так, чтобы этому маленькому себе, чтобы он не зря ходил и мечтал по дворам, понимаешь. Что я исполняю его мечты себя, малыша. Я как-то подумал то, что ну надо. Раз я хотел раньше, надо делать, значит. Вот и сейчас этим занимаюсь. То есть, в принципе. Ну, как бы понятно, что это все связано с тем, чем я занят, то, что с музыкой. Я как бы любитель музыки. Ну, а так вообще можешь сказать, что мечты-то так-то сбываются? Мечты сто процентов сбываются. Я могу вам сказать, что не бойтесь мечтать. И даже если вам кажется, что это бред, это сказка. Такого не может быть. Нереально. Поверьте мне, что вы, может быть, даже... В этом ошибаетесь. Да, вы ошибаетесь. И, возможно, даже нужно удочку свою мечтательную закидывать подальше. Согласен. Да, и у меня даже как бы... Мечтательная удочка должна закидываться сразу подальше. У меня есть пример из жизни. Я когда хотел в Москву ехать, точнее, наоборот, я когда не хотел ехать в Москву, у меня была мысль такая, я поеду в Москву, если мне там подгонят... Трехкомнатную квартиру. Жить. Не в аренду, жить. Типа, Джаман, я тебе дарю такую квартиру. Это была моя мечта. Типа, я такой думал. Ну, вот, блядь, раскошелится кто-то, трехкомнатную мне подгонят. Да, конечно, фантазия. Да, это сказки. Сказочки. Сказочки. Типа, у меня будет трехкомнатное в Москве. Когда я приехал в Москву и вспоминал себя того, про трехкомнатную квартиру и эти раздулы. Конечно, я смеялся над собой. Смеялся и думал, что... Я его закинул. Лошара-дурак. Типа, ну, блядь, кто че вообще. И могу со всеми поделиться с вами такой информацией, что маленькие были мечты. Можно было мечтать о чем-то больше. Потому что на данный момент я в Москве живу. Не в трехкомнатной квартире. Вместе по-бежже. Так что, ребята, мечтайте и все будет. Я опять же прочел. Когда я приехал в Москву, я думал, что эта трехкомнатная квартира это недосягаемая движуха. Нереально. Это нереально вообще. Нереально. Но спустя пять лет, я могу сказать, что я живу в квартире, которая больше, чем трехкомнатная квартира. Вот о чем речь. Потому что, типа, я мог бы хотеть еще большего. Но, как бы, я был скромняшком, мне было достаточно трояшки. Так что, ребята, мечтайте. Верьте в себя самому. Да, мечтайте, ставьте себе цели, идите к ним. Что еще хотелось поинтересоваться? Раздуйте, что вот вы ездите. Сейчас вдвоем. У вас альбом вышел. Как собираете вы, нет? Насколько меньше стало народу? Насколько меньше стало народу? Да. Да не стало народу меньше. Не стало меньше народу. Все так же до нас приходим. Да, везде, где мы с Жекой читаем вдвоем, народу примерно столько же, сколько Натрия Грутрика, когда мы читали раньше все вместе. То есть, мы с Жекой собираем примерно столько же людей. Ну, то есть, вот на конкретике вы же были только... На конкретике, летом, этим летом меня не было. А зимой? А зимой? А зимой? А зимой? Конечно, я могу отдельно выступить. Он может отдельно выступить. Если что, вдвоем. Но вчетвером нет таких раскладов. Мы вчетвером выгоняем. Вот. Но пути Господни неисповедимы. Все понятно. Поэтому, конечно, я вообще думаю, что все может быть еще впереди. Что можно сказать молодежи, которые слушают твои треки? Вообще, если можно стремиться... На сколько молодежи? На сколько молодежи? Я от 16 до 25. Короче, ребята, я... Мы определили сейчас, что я сейчас буду давать какой-то совет для жизни от 16. Мы определили этот возраст. Поэтому, ребята, от 16 лет... 39 лет, я могу вам сказать... Ну, да, да. Я могу вам сказать так, что 16 лет, 17 лет, 18 лет — это не вся ваша жизнь. Не тратьте всю свою энергию и всего себя не оставляйте в эти годы. Оставьте себя пожить еще на потом. Потому что потом еще веселее становится. И вы умнее становитесь. И жизнь становится ярче. Интересно. Потому что очень многие в 16, 17, 18 — это их последние годы жизни, к сожалению. Ну, то ты про дрянь говоришь. Я говорю про дрянь, конечно. И просто я сразу говорю на пороге. Вы стоите на пороге к дряни возможной. Поэтому знайте, что это вообще беспонтовый путь. А классный путь — это быть трезвым — это самый классный путь. И вообще, да, как бы я понимаю, что есть тяжелые наркотики и все такое. Я это понимаю. Я вообще с этим не соприкасался. Слава Богу. Не связан. У меня... Замечен не был. Замечен не был. Таких друзей у меня нет. Вот. Но я могу сказать, ребята, есть легальный жесткий наркотик, который впаривают нам всем с каждого угла. Вы, конечно, все знаете, что это алкоголь. Поэтому у кого есть возможность, у кого есть возможность и силы завязать с этим, советую с этим завязать. Это мой совет. Пейте чем. Да, пейте чем. Спасибо. Все, мы завершаем наш проектик, наш выпуск. Трон. Ребята, всем, про кого вдруг не сказал, нет, без сути. Я вас помню, вы всегда в моем сердце. Вы с нами. С вами Джипси Кинг, Эрик Моралис, Джамал. К-к-к. Е-к-к. С неба. От души. Запомним этот день. Ай. И пока стучат наши сердца, остаемся пацанами до конца. Все это сон или матрица, какая разница, не теряй лица. Перевалила за трицаху, ай да молодца. Я тут куплетик написал, тебе понравится улица. Вырастила сорванца, сам в отца, даже на красавица. Мне не хватает ушедших друзей. Мой район колизей, мой город музей. Сотни лазеек, но не для всех. Моя Россия. Я видел многое тут с каждым годом. Четезея. На лавочке присели, убрали пару зелий. Знаешь, я на днях подумал, может хватит каруселей. И пока на нас глазели, люди из газели. Я думал, что мы как все, но как все ли. На половину выпитают пиво. И ты мне скажешь, ой как некрасиво. А я тебя спрошу в ответ. Скажи, ты любишь белый свет смело? По диагонали, по любым дворам. А там, здорово братан, как сам, как пацан. И не надо драться. Сфотаемся в инстаграм, пришли в ватсап. И пока стучат наши сердца. Остаёмся пацанами до конца. Все это сон или матрица. Какая разница, не теряй лица. Перевалило за трицах, ай да молодца. Я тут куплетик написал, тебе понравится. Улица вырастила сорванца, сам в отца. Даже на красавице. И пока стучат наши сердца. Остаёмся пацанами до конца. Все это сон или матрица. Какая разница, не теряй лица. Перевалило за трицах, ай да молодца. Я тут куплетик написал, тебе понравится. Улица вырастила сорванца, сам в отца. Даже на красавице.